Ведь кроп это мусор. Ты не прав. Докажи. Давай, докажи. Это повод снять видос. Если вы это смотрите, я полностью готов для того, чтобы снять видос про кропа. Потому что кропа это полная гордость. Берет за эти камеры. Если у вас кроп, то это неплохо. И здесь, как всегда, 90% зависит от самого фотографа, от того человека, который фотографирует. И только 10% зависит от камеры. И сейчас я покажу, почему лучше заполнить эти 10% полнокадровой камерой. И перед тем, как я перейду к объектам многочисленных споров, объясню, что я не хейтер кропов. У меня самого долгое время был кроп, и я даже снимал видео о том, почему кроп это круто. Я думаю, многие из вас видели это видео. Но после перехода на полный кадр, я как будто бы прозрел и понял, что Деда Мороза не существует. И такой... Для самых начинающих. Что такое кроп? Или более правильно сказать, кроп-фактор матрицы. Это коэффициент обрезки изображения, который определяет угол захвата этого самого изображения. Для референса принято использовать полный кадр. Вот как сейчас вы видите, вот этот снято на полный кадр. Здесь кроп-фактор 1.0. То есть, никакого кроп-фактора. У таких камер матрица размером 24 на 36 миллиметров. Они используются повсеместно в профессиональной индустрии, как для фото, так и для видеосъемки. А есть камеры, у которых матрица больше или меньше, чем полный кадр. Мы, конечно же, сегодня говорим о всем, что меньше, чем полный кадр, потому что все, что больше, это средний формат и так далее. Это камеры, которые используются для очень узкоспециализированных задач и стоят они просто космических денег, о них просто даже и как бы не принято говорить. Есть полный кадр, есть кропы. Короче, все, что меньше, чем 24 на 36 миллиметров, называется кропом. Например, у Panasonic G7, на который мы сняли больше половины биролов и прочих материалов для этого видео, кроп-фактор 2.0. То есть, у него матрица микро 4.3, которая по диагонали в два раза меньше, чем полный кадр и по площади меньше в 4 раза. То есть, есть вот полный кадр и вот кроп. Это микро 4.3. Что это нам дает? Не стал бы я рассказывать вам об этом, просто если бы это были сухие цифры. В первую очередь, кроп лишает нас возможности получать сверхширокоугольные кадры. На это нужно сделать очень большую ремарку, потому что там есть все-таки объективы, которые это делают, но об этом я позже расскажу более подробно. Также с кропом, используя любой объектив, любой, нельзя получить идеальное, мягкое, ультра-сверхсильное размытие фона. Вы можете получить хорошее размытие фона на кроп с самым лучшим объективом, но с объективом с такими же параметрами на полный кадр вы получите более сильное размытие фона. В темноте кроп зачастую показывает гораздо более хуже результаты, чем полный кадр, потому что вот 20 мегапикселей на кропе, а вот те же 20 мегапикселей на полном кадре. По площади пиксель в 4 раза больше, значит света будет попадать больше и шумов будет меньше. Это в теории, но возможно есть и плюсы, возможно кроп чем-то таким сейчас нас всех удивит и мы все перейдем на кропы. Не зря же люди их покупают, а продавцы продают. В первую очередь плюс кропы это технические характеристики, потому что зачастую за кроп вы платите меньше, а технологии всяких финди-клюшек и штучек вы получаете больше. Или хотя бы точно так же, но зачастую больше. Также зачастую, зачастую, по размеру кропы гораздо меньше, чем полный кадр. Все, что я только что сказал, работает в теории, но как известно, теория в теории работает, а на практике не всегда, поэтому давайте сейчас будем разбираться более подробно. Кстати, перед тем, как я начну, хотел у вас кое-что спросить. Я этот видос делал одним огромным, большим, здоровенным видосом, но потом в конце передумал. И вот сейчас переснимаю некоторые моменты и хочу вас просто спросить, потому что видос получался довольно длительным, где-то минут на 30. И я просто не могу понять, вам нравятся видосы, которые один здоровенный большой видос на 30 минут, но реже, или там пару коротеньких видосов по 10-15 минут. Как вам больше нравится? Я до сих пор не могу врубиться, что вам больше нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, это очень важно. Просто для статистики. Сейчас я покажу самое главное. Размытие фона на одинаковых объективах. И вот у нас есть кадры, где Илья снимает меня, и запоролим мы, как обычно, опять звук, на один и тот же объектив с точки зрения визуального восприятия. Сейчас вы видите картинку, которая снята на 50 мм с диафрагмой 1.8 на EOS R. А вот картинка, которая снята на G7 с объективом 25 мм и с той же диафрагмой 1.8. Визуально кадры практически одинаковые. Просто, ну, чуть-чуть точка захвата у нас левее, правее, потому что камеры держались рядом. Но с точки зрения перспективы, искажения пространства, они абсолютно одинаковые. Но есть одно но. Насколько более глубокой и объемной выглядит картинка с EOS R с полного кадра. Раньше я всегда снимал на G7 и думал, это не так важно, особенно для видео. Но насколько же оно мягкое, насколько мягкое размытие дает полный кадр. И вот просто в сравнении, да, посмотрите, это, по сути, один тот же объектив. Потому что, когда мы берем объектив 25 мм, ставим его на кроп 2.0, у нас, по сути, визуально выглядит это все как 50 мм. Что прямо сейчас это доказывается. Но размытия фона никогда такого не будет. Итак, у нас есть два одинаковых объектива 25 и 50 мм, которые на полном кадре 50, на кропе 25. Но в конечном итоге выдают одну и ту же картинку. Давайте посмотрим несколько фотографий для сравнения. Я буду сейчас говорить и просто показывать на фоне эти кадры. Вы прямо сейчас видите результаты и это нахрен просто офигенно. Вы представляете, насколько просто уходит вдаль кадры с полного кадра. Тавтология, но пофиг. Это настолько просто большая разница. И я думаю, вы сейчас, когда смотрите на это, понимаете, почему я перешел на полный кадр. Потому что только с полным кадром и одним и тем же объективом можно добиться офигенных результатов. Да, сейчас можно было бы взять 70 какие-то миллиметров от Олимпуса с диафрагмой 1.7, по-моему. И сделать тоже максимально с размытым фоном. Но я возьму просто 85 и разорву пух и прах этот объектив. А может это все из-за того, что мы используем разные объективы? Может если бы мы использовали один и тот же, то все было бы совсем иначе? Ну давайте попробуем. Я специально подготовился и взял максимально просто для всех хейтеров, для всех, кто любит подписать свои комментулечки. Я помню просто под предыдущим видосом про кропы столько экспертов. Я еще в своей жизни не видел. Ну в общем, я даже не знаю для чего я это снимаю, если все эксперты, все и так знают. Короче, мы берем 600D. Это кропнутая камера с кропом 1.6. Мы берем Panasonic G7 с кропом 2.0. Мы берем EOS R с кропом 1.0. То есть кропа нет. И берем еще специальный переходник Speedbooster, для того, чтобы мы могли использовать один и тот же объектив на всех камерах. То есть мы сможем на камеру с Panasonic поставить объектив от Canon. И в итоге получить максимальное количество света, максимально открыть диафрагму и все вот это. Посмотрим, кто выиграет. Итак. Три из этих кадров сделаны на объектив 50 мм от Canon. И только один сделан на оригинальный объектив от Panasonic на диафрагме 1.8. И все здесь везде одинаковое. То есть все, мы постарались привести к максимально одинаковым значениям. Сидел я на одном и том же месте, мне камеру подавали, и я сфотографировал с одной и той же точки. И что мы можем видеть? Ой, как это можно объяснять? Люди постоянно пишут в комментариях, как-то неважно, что ты снимаешь. Но просто такого размытия вы никогда в жизни не получите. Со Speedbooster 50 мм превращается в 2.0. То есть 100 мм умножаем на 0.64, получается 64 мм. То есть 50 превратились в 64. Здесь еще не все так плохо. А вот на кропе 1.6 около 80 мм. По сути это 85, но далеко не 50 мм. А размытие, при том, будет такое же, как у меня на 50 мм. Но кроп не такой. То есть для того, чтобы получить такой же кадр, как у меня, по кадрированию, нужно отойти дальше. И все мы знаем, что когда мы отходим дальше, чем дальше расстояние до объекта, на котором мы фокусируемся, тем меньше размывается фон относительно него. И если мы пойдем другим путем, будем умничать и такие, ха, так я же могу просто использовать более широкоугольный объектив. Но нетушки, здравствуйте, физика вас обломает. На широкоугольных объективах вы не получите сильное размытие фона. Просто ввиду того, что на широкоугольных объективах в принципе невозможно получить сильное размытие фона. Хотя я сейчас получаю, потому что я снимаю на 35-ку. И на 35-ку тоже довольно неплохо размоется. Но это не предел, это не прям вау. И в принципе, вот, ну правда ради, благодаря спидбустеру мы получили действительно неплохое размытие фона, неплохое кадрирование и результат довольно неплохой. Но, если бы спидбустер этот не стоил до 50 тысяч рублей, вы представляете, вот этот маленький переходничок стоит 50 тысяч рублей. Вы можете доплатить эти деньги просто в камеру или там в объективы, разделить как-то их и купить полный кадр и получать такие же офигенные кадры. И вы подумаете, какие тогда плюсы в кропах, если они во всем хуже. Но плюсы есть. И однажды они заставили меня купить кроп вместо полного кадра. И я был очень рад этой покупке и даже рассказывал в том же самом видео, почему я выбрал кроп, если полный кадр лучше. Опять же, первое, что приходит в голову, это отличные технологии за довольно вменяемый ценник. Вы можете получить 4К камеру, как G7, всего лишь там за копейки. Она снимает круче, чем я у Сарф 4К. И она стоит при этом в раз, наверное, 4 дешевле, являясь кропом. Это офигенно круто. И при том, кроп у него 4К практически такой же, как в 4К у EOS R, хотя я сейчас себя снимаю в Full HD. В Full HD круче. Вот это тоже яркий пример, потому что я предпочитаю себя снимать в Full HD просто из-за размытия фона, а не в 4К для детализации, потому что фон размытый, он дает такую отделенность. Это круто, это офигенно, блин. Все, что вы будете искать на полном кадре, за такие же деньги, как тот же G7, будет, оно будет дороже. Вы никогда не найдете, оно в принципе нереально такое найти. Оно будет либо снимать только фото, видео будет просто на донном уровне, как там 5D Mark II. И то 5D Mark II стоит дороже. Но видео на нем не такое крутое, как на G7, конечно, это просто новый уровень, у G7 абсолютно крутое видео. Динамический диапазон у него круче, чем у EOS R или у 1DX Mark II для видео. Размер корпуса на кропах, он практически всегда меньше, потому что вот такую бусинку-матрицу уместить в кроп намного проще в маленький компактный корпус, чем вот такую, ну блин, полнокадровую матрицу. И... Сири, ничем ты не можешь мне помочь. И опять же, ваш кропнутый G7 не перегреется спустя 10 минут съемки, 40 минут съемки, даже полтора часа съемки. Я снимал курс на него, я точно знаю, что он не перегреется. В отличие от того же EOS R5, я так понимаю, это будет тенденция современных камер перегреваться через 10 минут. Это... бред. Ну, в этом плане кропы круче, потому что там-то перегреваться особо нечему, там матрица крохотная. И в отличие от полных кадров, почему некоторые камеры снимают с кропом? Просто чтобы не перегреваться. Насколько... Ну, хотя это все маркетинг, друзья мои. Нас обманывают. Масоны, блин, заговор стопудово. Кстати, также у нас есть обратный широкоугольный эффект. Когда мы снимаем на широкоугольные объективы, нам приходится использовать объективы, допустим, вот, чтобы снять, допустим, 16-35, нужно использовать 8-18. И, конечно же, в связи с этим у нас размытие фона будет меньше на 8-18, его практически не будет на таких миллиметражах. В этом смысле кроп хуже, но в чем он лучше, так это в том, что если вы хотите снять какой-то кадр на 400 миллиметров, вам не нужно покупать бандурину 400 миллиметров. Вы просто берете и подсоединяете 200 миллиметров и снимаете. Хотя, в принципе, есть телеконвертеры, но тут вам даже телеконвертеры не надо. Просто 70-200, бум, и вы уже снимаете с кропом 2.0 на 400 миллиметров. Практически бесплатно. Кстати, объективов для кропа у меня не было, чтобы снимать максимально прям прям прямое сравнение 25, 50, 16-35, 8-18. Таких объективов у меня не было, кроп я давным-давно продал и подарил Илье там и так далее. Короче, благодаря тому, что я снял видос про 1DX Mark II, в котором сказал, чтобы если у вас есть какие-то камеры и так далее, присылать их мне. Мне написали ребята из компании FrameRental. Мы сразу договорились о том, что они дадут мне те объективы, которые мне нужны, а я о них расскажу в видео, вот что я сейчас и делаю. Так что, если вам нужно в аренду на несколько дней взять объективы, камеры, свет, кинокамеры и там, или даже всякие там GoPro-шки и прочие штуки, то, конечно же, обращайтесь к ним, у них реально прикольные, у них есть все. Вот что я понял, у них есть тупо все, если у них есть Aria Alexa, блин. Так что да, если вам нужны какие-то объективы просто на одну съемку или там на буквально несколько дней, то, конечно же, FrameRental, ссылка в описании. Спасибо за объективы. И, подводя итоги, если вы выбираете себе камеру, если вы прям целенаправленно ищите камеру для каких-то художественных съемок, возможно, свадеб, для всяких таких мягких штук, детишек фотографировать, или просто фотографировать себя, чтобы это выглядело охрененно круто, то перед покупкой рекомендую посмотреть на кроп-фактор матрицы в той камере, которую вы присматриваете. Если он больше, чем 1.6, для фотокамеры это плохо. Для кинокамеры все снимают на супер 35 миллиметров, это нормально, для видео кроп еще куда не шел. Для фоток, ну, нужна мягкость, ну, нужна эта мягкость и вот эта отделенность от фона. И, знаете, раньше я был из тех, кто топил, нет, какая разница, кроп тоже топ, на кроп, на объектив любой можно взять и поставить. Короче, только на полный кадр. Спонсор выпуска полный кадр. И если у вас уже есть камера, и она кропнутая, то не расстраивайтесь. На самом деле, даже на кроп можно делать такие кадры, которым полнокадровые, блин, будут завидовать. 10% от камеры, 90% от тебя. Пока.